Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. В эфире субботников агрегатора сообщений побывала Альбина Ламкова. Я делаю её для людей, для каждого человека в нашей республике. Будь то это какой-нибудь сложный вопрос газификации или какие-то выплаты социальные, я делаю её так, чтобы пенсионер, либо мамочка, которая в декрете, чтобы всё было доступно и понятно для них. В этом важность моей работы, и это меня мотивирует. В работе ЦУР используется уникальная система инцидент-менеджмент. Она мониторит обращения жителей в открытых источниках сети интернет. Работаю с обращениями граждан. Наверное, одна из самых ответственных работ. Помогаем нашим жителям разобраться в разных вопросах. От того, как быстро я отработаю обращение, получившее от граждан нашей республики, зависит, как быстро он получит ответ и решение своей проблемы. В день в среднем мы получаем порядка 60 обращений. Все они отрабатываются в среднем в течение 30 минут. За декабрь 2022 года поступило 734 обращения от жителей Карачаева-Черкесии. Каждое из них было направлено в профильное ведомство. Затем ведётся мониторинг исполнения обращений. Среднее время ответа – менее часа. Чиновники уже осознали важность этой работы. Никто не игнорирует эти обращения. Все достаточно серьёзно относятся. Ну и это всё почему? Потому что глава у нас очень серьёзно относится к этой работе. У нас 5,5 тысяч обращений было обработано за 2022 год. Все 100% попадавших в систему инцидент-менеджмент были обработаны и отвечены. Значительная часть обязанностей ЦУР связана с тем, чтобы на основе анализа всех поступающих обращений разработать управленческие решения, предлагая их руководству региона. Большое внимание уделяют обучению сотрудников органов власти работе в интернете. Здесь достаточно большой пласт работы в том, чтобы перестроить всю систему государственного управления так, чтобы там появились специалисты, которые отвечают за работу в интернете. Конечно, хочется, чтобы в этом году, опять-таки, проблем у людей было меньше. Мы же понимаем о том, что вся наша работа, она в принципе, ну, мы сейчас цифры какие-то озвучиваем. Но на самом деле за каждым практически из этих обращений стоит какая-то семья, у которой есть какая-то проблема. Безусловно, эффект от работы ЦУР и есть. Об этом говорят сами люди и их обратная связь. Центр повышает оперативность реакции властей, позволяет предотвращать возникновение проблем. Обращения поступают постоянно. Это значит, что люди видят эффективность нашей работы, отметил руководитель ведомства. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Погода в нашем регионе переменчива и нестабильна. Ночью мороз, от дневная температура со знаком «плюс». Любителей порыбачить или просто походить по льду, измерить его толщину немало, среди которых и дети. Наш корреспондент Альбина Курачинова-Кенжева встретилась с сотрудниками МЧС. Дети с нетерпением ждут зимой снега и морозов. И одна из любимых забав – игры на замерзших водоемах. К тому же и рыбаки жаждут зимней рыбалки. Самые нетерпеливые желают перебраться на другой берег, когда лед еще не окрепший, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Тонкий лед очень опасен и нахождение на водоемах детей и взрослых в этот период представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. На территории Карачао-Черкесской республики уже несколько дней сохраняется плюсовая температура воздуха в дневное время суток. В связи с этим лед на водоемах региона становится рыхлым и мягким. В некоторых местах образовываются промоины. Также образовываются воздушные карманы под толщиной льда и водной поверхностью в водоемах, так как уровень воды в зимнее время может перепадать. Дети не осознают все опасности, поэтому родителям нужно быть на чеку. Что могут сделать родители для того, чтобы предупредить трагедию с их ребенком? Объяснять, показывать, рассказывать так, чтобы и ребенку, и подростку стало интересно вас слушать. Приведите примеры несчастных случаев с детьми и взрослыми, а малышам продемонстрируйте мультики, красочные книжки, программы. Выход на тонкий лед опасен. Следует помнить, что самые опасные участки можно заметить по темным пятнам. Это не окрепшая наледь, признак того, что передвигаться по этому участку очень опасно и можно провалиться. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется, что тут немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределилась на большую площадь. И детям, и взрослым нужно знать, что водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Лед становится прочным после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Лед не прочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. Убедительная просьба родителям не отпускать детей на лед, на рыбалку, катание на лыжах и коньках без присмотра. Также убедительная просьба для любителей зимней рыбалки. Во время рыбалки не бурит много лунок на маленькой площади, так как это может повлечь в неблагоприятные последствия. Сотрудники настоятельно рекомендуют взрослым быть на связи со своими детьми и быть в курсе событий, происходящих в жизни их домочадцев. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В общественной палате рассмотрели тему профилактика рака желудка в выявлении и лечении пациентов с предраковой патологией. На совещании привели статистику, что ежегодно в мире свыше миллиона человек заболевают раком желудка. Россия относится к странам с высокой заболеваемостью. Среди онкозаболеваний смертность от этого недуга занимает второе место. Обсуждая тему мероприятия, профессор доктор медицинских наук Сергей Кателевец представил республиканскую целевую программу профилактика рака желудка в выявлении и лечении пациентов с предраковой патологией на 24-25 годы. Также говорили о необходимости ее реализации и об итогах эффективности предыдущей программы. Огромное количество людей болеет раковым заболеванием. Это одна из важных проблем нашего общества. Здоровье граждан у нас сейчас общественная палата берет под контроль. И поэтому вот мы начинаем наш Новый год именно с этой темы. Впервые у нас поднимается этот вопрос. Эта инициатива, я хочу сказать вам, именно граждан нашей республики, да, и непосредственно членов общественной палаты, которые поддержали инициативу граждан. В Карачаево-Черкесии стартовал месяц патриотической спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». Посвященный 78-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и подвигам участников СВО. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры. Месячник проводится с целью формирования гражданско-патриотического сознания молодежи, развития физической культуры и спорта, повышения качества подготовки призывников к военной службе. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Черкеска Алексей Баскаев. Наших детей ждет насыщенный различными мероприятиями, конкурсами и состязаниями месяц. Это и уроки мужества, и сдача норм ГТО, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта и многое другое. С каждым годом растет число участников этого и других патриотических, просветительских, исторических акций и мероприятий. В Черкесске сохраняется преемственность поколений. Молодежь, будущее родного города, республики, страны воспитывается в духе патриотизма и помнит и чтит героев Отечества, стоявших в разные годы на страже интересов нашей великой страны. Жизнь в танце. Образы и легенды связаны с культурой черкесского этноса, воплощенные в красивый рисунок классических национальных танцев в исполнении Народного ансамбля национального танца HMS. На одной из репетиций детского коллектива побывала и познала всю красоту адыгского танца наш корреспондент Фатима Даурова. Народный ансамбль национального танца HMS имеет за плечами долгую и яркую историю. Он был основан 45 лет назад, в 1978 году, и с тех пор является флагманом детского и юношеского творчества Хабетского района, который показывает своим зрителям красоту и эстетику черкесских танцев, знакомит их с богатой культурой адыгского народа. Ансамбль известен как участник и лауреат различных районных, городских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В копилке достижений многочисленные высокие награды. В числе последних – безоговорочная победа во Всероссийском фестивале-конкурсе вокально-хореографического и сценического творчества «Лидер», который прошел в Москве в декабре 2022 года. Здесь они стали обладателями лауреата первой степени в номинации «Хореографическое мастерство». А народно стилизованный танец «Ля Пафев» взял гран-при фестиваля-конкурса. Статус вице-гран-при за оригинальное театральное искусство был присвоен солистке ансамбля Диане Дауровой. У ансамбля «Шамес» был еще старший состав. Я смотрела на их выступления, и мне очень понравилось. Я попросила, чтобы меня записали на танцы. Когда я танцую, я чувствую свободу. При каждом выступлении мы получаем очень много разных эмоций, и мы это запоминаем на всю жизнь. Такой успех легко объяснить. Талантливые ребята и замечательные педагоги. Художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии Зураба Зроков и балетмистер Ахмеда Дамоков начинали свой профессиональный творческий путь здесь же, на сцене Дома культуры Аула Хабес, будучи танцорами брендового ансамбля. Преемственность поколения обеспечивает семейную атмосферу в коллективе. Мы не выбираем детей. Мы берем их с средней школы, с первого класса, набираем детей. У кого есть желание, в основном прививает желание родители. Родители приводят к нам, они видят в Инстаграме, в разных соцсетях о нашем ансамбле, всякие ролики видят. И они приводят к нам. И потихоньку, потихоньку со временем уже некоторые остаются, некоторые уходят. Кто-то в спорт, кто-то в другой вид искусства. И вот так остаются избранные, можно сказать, те, кто по-настоящему любят культуру нашей национальной танцы. В хореографической части ансамбля дети начинают заниматься шести лет. Подготовительный этап занимает пару лет обучения. Дети изучают основы классического и народного танца – пластики. Ритмики осваивают элементы танцев из репертуара коллектива. Основной состав коллектива состоит из 32 танцоров. Некоторые из них приезжают на занятия даже из других населенных пунктов района. Несмотря на домашние задания и дела по дому, я выделяю время танцам, потому что мне нравится это занятие. И меня больше всего мотивирует в этом деле то, что успех, время потрачено не зря. И каждый раз в любом конкурсе наш ансамбль занимает всегда наивысшее место. Основой методики обучения является понимание танца не просто как вида искусства, красивого представления, а как инструмента творческого, духовного, культурного развития личности, воспитания гармоничного человека. Одной из главных миссий ансамбля является сохранение национальных традиций и культуры черкесского народа. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу.